Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу «Территория права». И сегодня на ваши вопросы отвечает нотариус города Самары Ирина Николаевна Богатырева. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Добрый вечер. 202-11-22. Телефоны в студии. Прямые, уважаемые телезрители. Звоните. Задавайте свои вопросы нотариусу. Конечно же, вопрос нотариального характера. Если вам нужна консультация в прямом эфире по вопросам наследования, дарения, возможно, брачного договора, звоните к нам, пожалуйста, в студию и задавайте свои вопросы. Ну, а Ирина Николаевна Богатырева, как всегда, профессионально на них ответит. А также сайт нотариальной палаты, телефон нотариальной палаты, где консультанты всегда рады вас слышать, также проконсультируют вас по телефону. Но мы ждем, как я уже сказала, ваших звонков по телефону прямого эфира, который видите на экранах. Ирина Николаевна. Начать хотелось бы с новшеств, так как нотариусы с 2016 года и уже на протяжении нескольких месяцев удостоверяет новые и обязательные виды сделок с недвижим имуществом. Напомните, пожалуйста, всем нашим уважаемым телезрителям, какие виды договоров стали обязательно подлежать нотариальному удостоверению с 29 декабря 2015 года? Ну, я только обращаю ваше внимание, что договоры эти не новые, только они стали подлежать нотариальному удостоверению обязательно. Вот так договоры-то эти были всегда. К ним относятся договоры купли-продажи доли недвижимого имущества, договоры купли-продажи имущества, которые принадлежат несовершеннолетним. Обязательно нотариальное удостоверение – это по соглашениям о разделе имущества между супругами и бывшими супругами. Договоры купли-продажи земельных долей. Договоры купли-продажи имущества, которые принадлежат по опеке, либо по доверительному управлению. Такое было. Скажите мне, пожалуйста, Ирина Николаевна, а в связи с чем законодатель установил вот эти вот обязательные нормы удостоверения сделок? Ну вот вы как нотариус, как юрист. Как мы уже неоднократно говорили, вы читаете прессу, да, наверное, известны различные факты, как ущемляются права несовершеннолетних, как остаются маленькие дети без квартир, что происходит с долями в квартирах, в коммунальных квартирах, когда делится квартир, там, допустим, наследники, да, какие-то микродоли появляются, когда бывшие супруги не могут поделить имущество, у них появляются доли, и начинается, скажем так, выселение на другой из этих квартир. Когда мошенники захватывают микродоли в квартирах, потом вселяют туда каких-либо антисоциальных, скажем так, личностей, и после этого квартиры, скажем так, становятся невносимыми, не проживать, и люди оставляют свои доли там за бесценок и прочее, прочее. То есть настолько стала серьезная проблема, особенно в больших городах, что государство обратило на нее внимание, потому что даже решался вопрос о введении закона для того, чтобы были установлены какие-то государственные торги на такие-то квартиры. Трудно такой вопрос поднимался. До сих пор, пока государство не вспомнило про нотариат, что можно, скажем так, обратиться еще к реальной форме сделок. Потому что если мы с вами будем говорить о нотариальной форме, то, если помните, мы поднимали этот вопрос. В 2009 году были приняты изменения в закон об ООО, когда была введена обязательная нотариальная форма по сделкам с долями ООО. То же самое, какой там был рыдорский захват, то есть сколько было различных там нарушений закона. После введения обязательной нотариальной сделки, то есть все это снизилось до минимума. То есть какой-то порядок был наведен, и это не мое мнение, об этом говорят факты, статистика. Вот исходя из этого, я так понимаю, обратили внимание на нотариальную форму сделок. Тем более, что за эти полгода, скажем так, то, что мы проработали, сделки такие нотариальные удостоверяли, и нотариус все проверял. И после этого были введены уже новые изменения. Обязательных костюм, Сергей Николаевич. Просто у нас есть звонок. Добрый вечер. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как продать мне вот приватизированную квартиру, оформленную на четырех человек? У каждого вот равная доля. Одна доля принадлежит умершему отцу. Наследство вступили только я и... Ну вот, наследство вообще после него, в принципе, ну, никто не вступал, но я и брат вместе с ним проживали. Мы считаемся, вот как мы приняли наследство без нотариуса. Вот. А жена отца живет в другом регионе, и наследство не вступило. Вот мы можем квартиру продать, нет? Спасибо. Я сейчас постараюсь вам объяснить этот вопрос. То есть для того, чтобы квартиру продать, необходимо сначала что? Вступить в наследство. То есть доля умершего отца, она подлежит наследованию. Наследником являются его дети и его супруга. Для детей, для них сроков никаких нет, так как они проживали вместе. Наследство они фактически приняли, то есть факт наследования им установлен. Для супруги, если она не зарегистрирована была вместе по этому адресу, как бы я не услышала, вот это для нее, скажем так, срок 6 месяцев. Но опять же, согласие других наследников, она будет включена в свидетельство о праве наследства. То есть первое, что необходимо сделать перед продажей, необходимо сначала оформить наследство на эту квартиру. То есть либо они оформляют на всех троих, либо на только дочь и на сына. После этого они регистрируют свое право и будет... Опять же, у нотариуса? У нотариуса они получают свидетельство о праве наследства. Могут также посредством, при помощи нотариуса, зарегистрировать свое право на эту квартиру уже с измененными долями, учитывая свидетельство о праве наследства. И после этого уже можно квартиру продавать. В настоящее время эта сделка будет нотариальная, так как были приняты изменения в закон, о чем мы с вами начали говорить, как раз раздался звонок. То есть были внесены изменения, которые вступили в силу 2 июня этого года, согласно которому все сделки с долями недвижимого имущества принадлежат нотариальному удостоверению. Даже в том числе, когда продается один какой-то объект, принадлежащий на праве общей долевой собственности. То есть, допустим, если мы раньше с вами говорили, что продается только, когда доля в квартире необходима нотариальное удостоверение, то теперь мы уже говорим о другом. То есть, если продается даже объект целиком, то есть, квартира, допустим, принадлежащая нескольким гражданам, а правящей долевой собственности, это будет уже нотариальная сделка. Вот такие изменения были приняты. В последствии, вот отвечая на вопрос телезрительницы, в последствии, когда они оформят уже, они могут продать, если да или нет, на каких условиях? Они могут продать, только здесь единственное условие, что сделка будет у них нотариальное удостоверение, обязательный характер. То есть, пожалуйста, это их право, они вступают в наследство и распространяются этой квартирой. Но сделка у них будет уже по продаже нотариальной формы. Спасибо. Спасибо. Вести 2.11.22, телефоны прямого эфира в студии. Дозванивайтесь к нам, задавайте, пожалуйста, свои вопросы нотариусу города Самары, Ирины Николаевны Богатыревой. Ирина Николаевна, я попрошу вас все-таки поподробнее рассказать об изменениях. Ну, есть звонок? Тогда послушаем и поподробнее поговорим. Слушаем вас. Добрый вечер. Звонок сорвался, поэтому поподробнее, пожалуйста, расскажите вот о всех изменениях, которые касаются сейчас подчуждения удалей в недвижнем имуществе. Как я уже обратила внимание, если мы с вами будем говорить о законе, который был принят 29 декабря и поступил в силу уже после Нового года, то обращаю внимание, как было написано в законе. То есть сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетним, сделки по продаже доли имущества, нотариальный характер обязательно носили, правильно? Что теперь изменилось в законе? Теперь в законе написано таким образом. Сделки по отчуждению доли. То есть если раньше говорилось о купле-продаже, то теперь мы говорим о всех сделках по отчуждению доли в недвижимом имуществе. То есть это не только продажа, это и дарение в том числе. Почему были приняты эти изменения? После Нового года вступил в силу в закон об обязательном дарении продажи доли, но хитрые люди у нас сразу нашли лазейки. Об этом тоже очень много обсуждали в прессе. То есть мгновенно были найдены лазейки, как обойти, скажем так, этот закон. То есть что делали? Маленькую долю дарили в этом имуществе, человек остановился со собственником и уже это реальное удостоверение не сделало, не требовалось. И, соответственно, продолжалось то же самое, что было и до этого закон. То есть когда приняли закон, думали, что проблему-то решили, а оказывается, что проблема решена до конца не была. Вот теперь для того, чтобы эти лазейки все прикрыть, законодатель, скажем так, принял такие изменения, согласно которому отчуждение, любое отчуждение, обращаю ваше внимание, не только сделка по продаже, а любая сделка, то есть это и дарение, это и купли-продажи, это договор мены, касающаяся доли недвижимого имущества, является обязательно материальной формой. Спасибо. Есть звонок, мы слушаем вас, говорите, задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня беременная сестра, квартира у меня провинцизирована. Если я ее сейчас пропишу, ребенок потом автоматически будет прописан здесь же? Спасибо. Ребенок прописан, регистрируется вместе с родителями, либо с мамой, либо с папой. То есть до 14 лет ребенок регистрируется по месту жительства либо отца, либо матери. Поэтому, как они решат родители, там и будет ребенок зарегистрирован. Вопрос решается таким образом. Если квартира государственная, то есть не приватизирована, соответственно, никаких согласий, и человек там прописан, и сестра будет прописана, естественно, вместе с ней будет прописан ребенок. Скажите, а вот если, просто любопытно продолжить эту тему, а если сейчас будет прописан, ребенка пропишут так же, то есть выписать его уже потом без согласия органов опеки будет невозможно? Нет, нет, нет. Здесь, во-первых, необходимо знать, какая это квартира, направив собственность, либо направив найма. Когда был ребенок зарегистрирован? То есть, допустим, квартира была уже приватизирована, соответственно, будет зарегистрирована сестра, ей будет предоставлено право проживать в этой квартире, и ребенок будет вместе с ней. В данной ситуации они не являются собственниками квартиры, им принадлежит только, скажем так, право проживания, согласие других, скажем так, согласие собственников. Поэтому, если, допустим, мама надумает сняться с регистрационного учета, естественно, она будет выписываться вместе с своим ребенком. Здесь согласия органов опеки не требуется. Никакой не нужно. Согласия органов опеки требуется в том случае, если ребенок зарегистрированный как раз проживает не с матерью, а, допустим, либо с опекуном, то есть у него опекунство на него установлено, тогда согласие в опеке обязательно необходима. А в данной ситуации здесь решают родители. Согласие мамы и папы его выписывают вместе с родителями, куда он выписывается. Спасибо, Ирина Николаевна. Продолжаем тему завещания. Звоните к нам, пожалуйста, в студию по телефону 202-11-22, также сайт и телефон Нотариальной палаты Самарской области, где всегда консультанты придут вам на помощь, ответят и проконсультируют по необходимому нотариальному вопросу. У нас есть звонок, Ирина Николаевна. Предлагаю послушать его. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Продолжите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. У нас родственники умерли, значит, и мать, и отец, остался сын. Сын не дееспособен. Квартира неприватизированная. Родственники одни единственные, один единственный дядя. Вот. А сейчас, в данный момент, этого сына хотят выкинуть из квартиры вообще посторонние люди. И мы никак не можем ему в этом помочь. Что нам нужно сделать для этого? Ну, если он является недееспособным, то необходимо обратиться в суд, установить опекунство над ним. И в дальнейшем вы будете от его имени квартиру уже оформлять на него в порядке приватизации. То есть в данной ситуации, если он действительно у вас недееспособен, то есть он болен чем-либо, да, то необходимо обратиться в суд для признания его недееспособным и назначения ему опекуна. То есть, если, скажем так, дядя может быть опекуном, тогда, соответственно, дядя назначит опекуном, и он будет уже помогать все проблемы его решать. Только таким образом. Спасибо большое. Ирина Николаевна, мы сегодня с вами говорим о важности завещания. Вообще, очень, конечно, важный документ, который регламентирует дальнейшее распоряжение имуществом. Объясните, пожалуйста, в каком случае стоит составлять завещание, а в каком случае без него можно, нужно, а может быть и вовсе необходимо отказаться? И бывают ли такие случаи? Любопытно, кстати. Когда откажутся по завещанию, конечно, все бывает. Дело в том, что завещание необходимо когда составлять? Когда мы рекомендуем оставлять завещание? И когда его необходимо действительно составлять? Когда, допустим, отсутствуют дети, отсутствуют наследники первой, второй очереди, вообще отсутствуют родственники. Когда желают определить наследников, кому оформлять. Допустим, когда много детей выделяют, допустим, какое-то имущество завещает определенному ребенку. Либо когда хотят разделить имущество между наследниками неравными долями, а кому-то больше, кому-то меньше. Либо хотят, допустим, разделить непосредственно уже само имущество. То есть кому-то один вид имущества завещать, другому, скажем так, другой вид имущества. Поэтому здесь необходимо вставлять завещание. Если, как мы часто обращаем внимание, допустим, проживает один родитель, то есть второго супруга уже нет, у него, естественно, один единственный ребенок, и он хочет оставить все ему. То в данной ситуации завещание совершенно не требуется, потому что он наследник по закону. Порядок наследования по закону тот же самый, что, скажем так, и по завещанию. То есть сроки, те же самые 6 месяцев, обращение к нотариусу, все то же самое. В данной ситуации завещание как бы оставление не требуется. Спасибо. Принимаем звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем. Скажите, пожалуйста, мы поженились с мужем 4 года тому назад. Когда-то у него была двухкомнатная квартира, он ее разменял и подарил однокомнатную квартиру дочери. И вот когда мы поженились, он оформил завещание на меня, на жену, на вторую двухкомнатную квартиру. Но сейчас мы вот слышали, что завещание можно опротестовать. В чем ваш вопрос заключается? Наш вопрос заключается в том, что вот если отец уже подарил одну квартиру дочери, она может опротестовать потом у его жены квартиру? Вы пока оставайтесь на линии, пожалуйста, или Николаевна? Нет, я поняла вопрос. А вы поняли вопрос? Вопрос, да. Спасибо большое. Вам спасибо. Повторяю, соответственно, ваш вопрос. Как говорят, опротестовать завещание всегда вызывает вопрос. В принципе, обратиться для того, чтобы признать договор недействительный, может, любой договор завещание дает нужное основание. Подписать завещание составленным человеком действеспособным, который отвечает за свои поступки, не стоит нигде на учете, ни наркоман, ни алкоголик, скажем так, не признавался там, частично, когда-то недействеспособным, то, соответственно, его завещание не признаешь. Если его никто не заставил, скажем так, составить это завещание, то его не опротестуешь, выражаясь тем же языком. Значит, что в данной ситуации только могу объяснить? Чего как бы бояться, называют, как раз, наверное, опротестованием. При составлении завещания всем как бы объясняют, есть такое понятие, как право на обязательную долю. То есть завещание составлено, оно вступает в силу полностью, но есть право на обязательную долю. То есть если дочь вашего супруга на момент открытия наследства будет несовершеннолетней, либо достигнет пенсионного возраста, именно пенсионного возраста по возрасту, а не по льготному стажу, либо, не дай бог, она будет инвалидом, тогда независимо от завещания имеет право на обязательную долю. Вот единственное условие, это право на обязательную долю. То есть если эти условия будут, тогда даже в суд обращаться не нужно. По закону нотариус выделяет право на обязательную долю. Если этих условий нет, то ваше завещание будет действовать, оно вступит в силу, и вы получите все полностью, в полном объеме, все, что указано в завещании. Спасибо большое, Елена Николаевна. Принимаем следующий звонок. Говорите, пожалуйста, добрый вечер, мы вас внимательно слушаем. Добрый вечер. А подскажите, вот, пожалуйста, мой муж подал машину по генеральной доверенности, и срок ее закончен. Я как супруга, когда же вообще не имела никакого представления, не знала, и вот вопрос, может ли мой муж вернуть обратно к автомобилю. Спасибо, интересно. Вопрос, Елена Николаевна, ответите? Постараемся ответить, но здесь, скажем так, его можно разделить на различные части, как бы этот вопрос. Опять же, была доверенность генеральная, что такое генеральная доверенность? Если в доверенности было написано, что доверенность выдана с правом продажи, то, значит, это не продажа по доверенности, как бы такой термин, наверное, простонародный. Соответственно, в этой доверенности было полномочия другому человеку на пользование продажи машин. То есть, если по этой доверенности сделка уже совершена, в дальнейшем, то здесь, скажем так, согласие супруги, оно презюмировалось, оно должно быть. И в данной ситуации... То есть это должно быть, я извиняюсь, в документе ее розпись или как? Нет, закон здесь это не подразумевает, то есть здесь нет нотариального согласия предварительного, потому что это двежье имущество. То есть здесь ее муж, машину, скажем так, доверял кому-либо продать, он должен был, скажем так, действовать за себя и от имени жены, то есть он должен был сообщить покупателям о том, что его супруга тоже должна, то есть ее согласие презюмируется, то есть оно должно быть. Поэтому если, скажем так, сделка по доверенности уже состоялась, то есть независимо от того, скажем так, что было ее согласие или не было, то ей необходимо обращаться в суд в данной ситуации. То мы не берем здесь срок доверенности почему? Потому что если, допустим, срок доверенности закончился и никаких сделок не было, тогда доверенность прекратила свое действие, и машина является собственностью ее мужа. Если срок доверенности закончился, но до окончания срока был заключен договор купли-продажи, то, соответственно, сделка состоялась, ей необходимо обращаться в суд для того, чтобы доказывать, что она не знала о том, что машина была продана. То есть это необходимо будет доказать. То есть вот такие условия. А если, скажем так, действительно договора не было, доверенность закончила, то все, доверенности нет, после окончания срока никаких распоряжений быть не может, соответственно, машина его, она никуда не... Ирина Николаевна, просто вот в дополнение знакомы ли с судебной практикой, как правило, имеет место быть выигрыш подобных дел, потому что по поводу генеральных доверенностей нам в эфир звонят очень часто. Судебная практика, скажем так, она есть разная, есть положительная, есть отрицательная, все зависит от того, скажем так, какая база доказательная есть у супруги, конечно. Потому что, конечно, тем более, что при спорах супругов, когда перед расторжением брака, допустим, очень часто пытаются действительно произвести отчуждение имущества, чтобы другой, скажем так, не успел получить, но потом в дальнейшем все это как бы доказано, и, естественно, все делится пополам. Если не машина, то, по крайней мере, доход, который был получен от этой машины. Спасибо. Заставить ее платить. Принимаем очередной звонок. Мы слушаем вас. Вы в прямом эфире. Программа «Территория права». Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем, да, слышим. Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня была двухкомнатная квартира. Сын женился, и меня заставил прям насильно разменять эту квартиру. Я в таком плохом состоянии была больная. И вы знаете, я договор сделал опять же на него, на его дочь и на себя. Но я им отдала 6 миллионов, а мне однокомнатную квартиру. Теперь, значит, вот я хотела ее второй раз приватизировать, а она у меня приватизирована и по-старому-то. Вот. И пишу я, ты внучке письмо, вот, дескать, приезжай, нам надо ее приватизировать или хоть привези что-то свое, это свидетельство о рождении. И до сих пор она ничего, молчок, ничего. А мне уже сейчас 81 год, за мной ухаживает дочка. Вот. И уже я, у меня два инфаркта было в плохом состоянии, не больная. Вот если я умру, что мне делать, что дочери делать с этой квартирой, вот с моей однокомнатной? В общем, совет, как распорядиться вашей квартирой в дальнейшем. Да, вопрос, только вы не успели трубку поздно? Да, вы на линии еще, пожалуйста, не кладите ручку. Подождите, слушайте ответы или кладите? Квартира оформлена на вас, на вашу сына и на вашу внучку, я правильно поняла? Вы знаете, это не получилось, да. Мы поняли. По какому договору вы оформили эту квартиру? Купли-продажи, мены, что было? Меняли мы ее. То есть у вас договор... Значит, 6 миллионов я отдала себе. То есть у вас договор мены на руках, я правильно поняла? Да, да, да. Поняла вас. Я поняла ваш вопрос. А в марте такой? Дело в том, что квартира получена по договору мены, то есть там дополнительная приватизация никакая не нужна. По-видимому, это было сделано до 98-го года, раз, скажем так, договоры мены нигде не получали свидетельства. То есть в настоящее время, вот о чем мы говорили, это неповторная приватизация, это регистрация права, то есть вынесение в единый реестр. Но здесь право уже наступило, потому что договор был сделан по старым, скажем так, нормам, поэтому здесь дополнительные свидетельства, если не сделать, ничего страшного нет. То есть вручку не надо ждать? Ну, если, да, не успеют, скажем так, этого сделать, ничего страшного нет. Значит, здесь самое главное, что необходимо для себя уяснить. Квартира приобретена по договору мены в долях, то есть у нее одна третья доля. Вот наследниками на эту долю являются все ее дети. То есть для того, чтобы доставить, допустим, дочери хотя бы одну третью долю квартиры, в данной ситуации, о чем мы с вами говорили, необходимо составить завещание. В данной ситуации завещание необходимо для того, чтобы эта доля досталась ее дочери, если она хочет. То есть женщине нужно пойти к нотариусу, к любому нотариусу города Самары и составить завещание на дочь. Составить завещание на ту долю, которая у нее есть на дочь. Тогда, скажем так, хотя бы доля, принадлежащая ей в этой квартире, достанется ее дочери. Спасибо большое. Я надеюсь, вы услышали ответ и поступите именно так, как советует вам нотариус Ирина Николаевна Богатырева. Слушаем следующий звонок. Говорите, добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем. Здравствуйте. Вот, скажите, пожалуйста, у меня тетя написала завещание на меня в комнатную квартиру. Но у нее есть еще сестра и брат, они оба пенсионеры. Пенсионы в возрасте. Они имеют право потом оспорить после смерти тети? Спасибо. Я поняла ваш вопрос. Право на обязательную долю имеют только наследники в первую очередь. То есть о чем я говорила про право на обязательную долю. То есть это дети, супруги и родители. Родные, братья, сестры право на обязательную долю не имеют. Право на обязательную долю имеют еще иждивент, который находится на иждивении у наследодателя. То есть, если ваши другие братья и сестры не являются иждивенцами, не находятся на иждивении вашей тети, то, соответственно, завещание полностью стопит в силу, и вы получите все, что положено по завещанию. То есть, право на обязательную долю в данном случае не взаимодействует. В данном случае не взаимодействует. Племянники не имеют. Спасибо. У нас есть очередной дозвонившийся телезритель. Мы приветствуем вас в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, и мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Моя мама проживала с отчимом, не с моим родным отчимом, 20 лет. Мама у меня лежачая, болит. Но у отчима есть родной сын. Скажите, пожалуйста, он, понятно, вступает в наследство, он единственный сын, единственный наследник. А мама просто... А, и не договорила, они были не в братье. Вот, хотела только что спросить. Незарегистрированный брак? То есть, если брак не зарегистрирован, то у них, да, брака у них нет. Соответственно, наследником после вашего отчима является только его сын. Если ваш отчим, скажем так, соизволит, он может написать завещание, какую долю выделить вашей маме. То есть, ну, это только, скажем так, если он напишет завещание. А если эта квартира, я так поняла, или я ошибаюсь, квартира была на отчима или на все-таки на маму? В собственности имущества у кого? Ушел звонок Ирины Николаевны? На ком квартиры, скажем так, неизвестно. Давайте рассмотрим различные ситуации. Два варианта, да. То есть, первый вариант. Если квартира принадлежит отчиму, то, соответственно, наследниками отчима по закону является только его сын. Он может изменить порядок наследования по закону, составить завещание и определить долю своей, скажем так, женщине, там, какую долю ей выделить. Пожалуйста, это только его право. Если квартира принадлежит ей, а он там просто залегистрирован, то, соответственно, наследниками после нее является ее дочь. Никакого отношения, если уже отчим, сожитель, как бы не имеет к этой квартире. Понятно. Единственное, обращая внимание на что, факт иждивения. То есть, у нас помимо наследников по закону есть компоненты, как иждивент. То есть, допустим, если что случится раньше с отчимом, квартира на нем, и, скажем так, ее мама находилась на иждивении у него, и это будет доказано в судебном порядке, тогда она будет наследовать, как наследница первой очереди, наравне с наследником первой очереди, как иждивенка. Вот такой, скажем так, вопрос есть. Ирина Николаевна, вы сказали в судебном порядке, а при жизни, ну неужели, если люди 25 лет вместе прожили, то есть это факт, подтверждающий родственники, соседи, друзья и так далее, это может доказываться в суде? Ну, у нас же, извините меня, ЗАГС регистрирует брак, правильно? А родственники, соседи брак не удостоверяют. Поэтому, если мы с вами говорим о браке, нам нужно регистрацию брака в государственном. Спасибо. Я думаю, что мы успеем принять еще один звонок, мы вас приветствуем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Слушаем. Вы меня слышите? Да, мы вас слышим, говорите. Девушка, я пенсионерка, проживаю в двухкомнатной квартире, но моя доля только одна третья часть. Я хочу оставить одну третью только сыну. У меня сын и дочь, а я хочу оставить сыну. Ну, как лучше, написать завещание или дарственную? Спасибо большое за ваш вопрос, Ирина Николаевна. Ну, здесь сами ответили, что есть два варианта. То есть, там есть еще и третий вариант. Третий куплю-продажу. Да, то есть, сделать либо завещание, либо дарение. Но что сделать лучше, как мы всегда говорим, необходимо определить самому гражданину. А вы расскажите плюсы-минусы того иного договора. Я могу сказать только, скажем так, чем отличаются завещания и дарения, а не плюсы-минусы, так как здесь каждый шаг для себя сам. Значит, вы, если составите завещание, пожалуйста, вы можете оставить завещание на свою долю вашему сыну. Тогда доля достанется ему при открытии наследства. Но здесь есть право на обязательную долю. То есть, если ваша дочь, там, либо другой ребенок является пенсионного возраста, либо инвалидом, он будет иметь право на обязательную долю. Если этого не будет, значит, достанется полностью все вашему сыну. Также обращаю ваше внимание, что при составлении завещания, как были владельцем вашей доли, так и останетесь владельцем этой доли. Второй вариант дарения, о чем вы тоже говорили. Если вы подарите свою долю квартиры, то владельцем при вашей жизни этой доли будет ваш сын. Если у вас хорошее отношение, скажем так, к сыну, вы для себя решили, пожалуйста, можете сделать дарение. Тогда он будет владельцем уже доли при вашей жизни, и будет это ваше распоряжение. Поэтому, как бы, что лучше для вас, вы решаете сами в данной ситуации. Спасибо, Ирина Николаевна. И еще один звонок мы принимаем в прямом эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Говорите. Я хотела уточнить. Смотрите, я собственник машины. Сейчас я хочу машину продать. Автомобиль я купала до замужества, и все документы у меня на старой фамилии. И сейчас нет времени просто поменять документы. Хочу срочно продать машину. Могу ли, кстати, дарение ценового буря, можно ли сделать какие-то еще документы. Паспорт у меня на новую фамилию сейчас. Спасибо. Ну, вы можете, если у вас нет времени, можете дать доверенность вашему супругу, либо другому лицу, полномочить его на представление ваших интересов ГАИ. Скажем так, по каким вопросам? По замене свидетельства документов на машину. Для того, чтобы внесли сведения в единый реестр автовладельцев, уже ваши, скажем так, данные туда. В этой доверенности можно предусмотреть, в принципе, и отчуждение машины, так как на машине есть же номера. Номера эти, они останутся прежними, там останется номер двигателя и прочие-прочие параметры. Поэтому вы можете дать доверенность, в ней указать, скажем так, все те поручения, которые вы желаете. То есть поменять документы на машину и произвести отчуждение машины. В принципе, проблем решаем. Ирина Николаевна, у нас осталась минута до конца нашего с вами разговора. Я хочу предложить вам резюмировать наш сегодняшний разговор в прямом эфире программы «Территория права». И, пожалуйста, удостоверение всех делок по отчуждению долей в недвижимом имуществе. Я, к сожалению, не успела рассказать все новеллы, так как у нас было очень много вопросов. Значит, в настоящее время нотариальному удостоверению подлежат все сделки, обращаю ваше внимание, все сделки с долями в недвижимом имуществе. То есть независимо от того, что это, дарение, купли-продажи, либо мена. Также все сделки связаны с долями, не только с долями, а вообще с недвижимым имуществом, которые принадлежат несовершеннолетним. Также обращаю внимание все сделки, и купли-продажи, и мены в том числе. И соглашение о разделе имущества между супругами. Спасибо большое. Мы обязательно увидимся еще в прямом эфире программы «Территория права». Но сегодня на ваши вопросы отвечал нотариус города Самара Ирина Николаевна Богатырева. Благодарю вас. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!